Всем привет! С вами одержимые. Наша специальная рубрика Dark Insider. Мы находимся на шестом финальном этапе RDS GP в Сочи и сегодня к нам в руки попала самая мощная дрифтовая GT86 в мире. Чемпионская машина Алексея Головни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Когда я говорю самое мощное в мире, я не шучу. 1240 сил на моторе. Это больше тысячи на колесах. Да, 265 колесо, скажете вы, это все бессмысленно, ты же Цареградцев сам так ездил на VR и нафиг это не надо. Все это правда. Но когда у вас команда инженеров и настройщик отморозки, а и в моем случае и в Чепином случае это абсолютная правда, когда они попадают на стенд, ты с ними ничего сделать не можешь. Пока они все дерьмо из мотора не достанут, не успокоятся. И причем им не важно. Взорвется он, не взорвется. Потому что говорят, ну если взорвется, сейчас новый скидаем. Зато поймем где у него предел. Поэтому вот эти выдувашки, все из турбины и из мотора, это чисто прихоть инженеров, а не пилотов. Но пилотам от этого есть большой плюс. Когда ты подаешь заявку, ты график вываливаешь вот так. И с всем этим графиком едешь весь сезон и все считают, что о, базара нет, это самые мощные ребята. Поэтому я, естественно, за такое писькомерение. Но начинал Алексей, как и большинство пилотов, со сток мотора и минимальной мощности. Первой его машиной стал 200SX-S13 на стандартном RB25 и без каркаса. Чем в большем количестве соревнований участвовал Алексей, тем больше Ниссан обрастал гоночной атрибутикой и прибавлял в лошадиных силах. Дошло все до того, что к 2016 году у него был самый узнаваемый звук RB мотора на постсоветском пространстве. А количество выигранных гонок уверенно перевалило за 50. Но в 2017 году, когда Чепа примкнул к команде Автопрофи, от RB пришлось отказаться. Слишком уж капризным оказался этот мотор на высокой мощности в дрифте. Несмотря на полное гоночное обеспечение, включая сухой картер. Тогда-то и началась эра JZ в карьере Алексея. Причем сразу с высокой мощности. Снять с мотора тогда удалось 930 сил. Ну а теперь к более точной технической терминологии. Здесь 3-4 строкер Брайан Кровер. Самый валютный впуск от Плазмаман. Интеркулер тоже Плазмаман. Все вот на таких вот штуковинах, как у меня. Только здесь они Плазмаман, а у меня они Вибрант. Турбина G35 1050. Это значит, что 35-й Гарретт в самом мощном его исполнении выдает 1050 сил. Его здесь еще и перевыдули получается. Даже больше выдает. Единственное, что здесь не супер валютно, это головка. Там всего лишь стоят валы 278-е, тарелки и пружинки. Клапаны обычного размера и все каналы даже не расточены и не отполированы. И вот так работает стандартная JZ-овская голова. Все там прекрасно продувается и едет. Ну понятно, что всем нам нравится этот фетиш с увеличенными клапанами и отполированными каналами. Поэтому кто-то с этим заморачивается, мы это делаем. Чепа так сделал, вот вы видите результат. Все это отлично работает. Так как машина изначально собиралась под спирт, то установлены здесь форсунки 2600 кубов. 2600! Здесь можно снимать 2000 сил на таких форсунках, особенно на 109-м топливе, потому что его расход сильно меньше, чем спирта. Почему спирт не стали использовать? Потому что на 109-м все выдалось на стенде, и спирт он же геморройный. И там его сливать нужно постоянно, заливать обычное топливо, прогонять систему, потому что от него на самом деле все ржавеет, все окисляется. Целая история. А 109-й бензин залил, он там может весь сезон находиться в системе. Поэтому не стали заморачиваться. Единственное преимущество спирта, это то, что мотор холоднее едет и впуск от него холоднее. Но в целом здесь тоже на хорошем охлаждении никаких проблем нет. Из необычных решений бак сухого картера здесь находится под капотом. Вот он, очень короткие магистрали, и здесь по заводу как будто специально для него предусмотрено место. Здесь есть вот такая полость, ее немножечко болгаркой вырезаешь, он туда отлично помещается. И не нужно тянуть длинные масляные магистрали под днищем автомобиля. У нас у всех баки сзади, и понятно, что мы там тянем их, проектируем. А здесь вот для него отлично нашлось место, он здесь стоит, и как будто здесь всегда и был. В отличие от всех наших гоночных автомобилей, на которых мы используем электрогур от Мерседеса, здесь использован классический гур от автомобилей семейства ВАК. Это гур от А6, только с большим шкивом, чтобы он медленнее крутился и не грел жижу. Алексей говорит, что так машина сильно резче откликается на руль. И в сложных моментах, когда, допустим, ты вот обычно едешь, и машина сама рулит, а когда ты сделал какой-то факап, и тебе нужно резко отрулить, то вот этот гур работает лучше. Ну, я со своим гуром с такой проблемой не сталкивался, но я знаю, что многие сейчас именно на них переходят, и едут, и им очень нравится. Но для меня здесь есть одна проблема. Это ремень. И с ремнями я так намучился на 32-м GTR, и они постоянно отлетали. Я кучу заездов проиграл из-за гура, что теперь, когда я вижу стандартный вот такой обычный гур, классический, мне хочется перекреститься и отрезать его, и поставить все-таки э-гур. Поэтому здесь разный командный подход. Оба варианта рабочие. Кому-то нравится такое, кому-то такое. Но вообще, кузов ГТшки как будто специально сконструирован для V6 мотора. Особенно для VR. Здесь очень широко расположены лонжероны. И здесь, если заглянуть под мотор, там просто вот такое количество пустого пространства. И висит он вот на такой длины лапах. А у VR турбины по бокам и внизу. И когда мы VR в Z-ку ставили, у нас была большая проблема две турбины даже небольшого размера там разместить. Здесь такой проблемы точно не будет. Единственная будет проблема с тем, что высота подкапотного пространства тоже небольшая. Поэтому придется VR обязательно, если вы будете его сюда ставить, оснащать системой сухого картера. А она на VR непростая. Это мы поняли в этом сезоне. Поэтому JZ здесь стоит хорошо, но пространство для него коротковато. VR же сюда встанет идеально и закончится вот здесь. Я тут, ощутившись в салоне, не сразу понял, а где же телевизор-то? Я ж привык вот к этой вот плазме с сериалами. А вот, вот эти вот часы Casio, это оказывается тот самый дэшборд Motec. Это вот C125, на самом деле я на таком ездил на скайлайне. Просто к большому очень быстро привыкаешь. Этот кажется совсем компактным. Но на самом деле он мал да удал. Сам по себе вот этот телевизор, он недорогой. А функции, которые он содержит, они уже стоят отщутимых денег. Здесь функции на 4000 долларов. Он может видеть угол, он может видеть скорость. Он забирает в себе данные все по мотору, по температурам, по температуре даже коробки. И ты, когда открываешь ноутбук, понятно, что здесь это все не показывается в моменте. Если бы ты ехал и смотрел на свой угол и скорость перекладки, ты бы, наверное, просто улетел сразу же. А когда ты после заезда открываешь лок и видишь, что ты, допустим, только что ехал поворот 135 км в час, а изменив немного редукцию, ты поехал его 138 км в час и при этом еще и с большим углом, то ты знаешь, что ты действительно на правильном пути работы с машиной. И только так это функционирует. Потому что задницей, как я говорю, всегда нужно все чувствовать, 3 км в час не почувствуешь. А в заезде это может решить много вопросов, потому что 5 км в час разницы в дуге, это уже большая разница между машинами и можно за счет этого уезжать. Поэтому в нашем чемпионате уже пришла тонкая работа со всеми областями машины. И это становится очень интересно, но немножко, естественно, раздувает бюджет. Да как немножко? Множко. Инженера, привези, функции купи, и надо еще, чтобы кто-то понимал, что вообще происходит. А такие люди обычно дорого стоят. Обратите внимание, насколько компактная у GT86 попка и как далеко за ось вынесен бак. Фактически в край бампера. Сделано это для того, чтобы компенсировать достаточно внушительный вес JZ, который находится тоже далеко впереди. И даже с таким выносом бака вес получился 53 спереди, 47 сзади. 50 на 50 не получается, но это и не нужно в дрифте. Опытным путем было выяснено, что 55 спереди, 57 спереди значительно лучше, чем 50 на 50. Меньше вариантов Андерстира. И более того, это же вес в статике, а в динамике, когда ты нажимаешь газ на 1000 силах, у тебя все назад переходит. И когда ты ставишься и нажимаешь газ, у тебя тоже весь вес смещается назад. Морда приподнимается, с нее все уходит. И есть шанс поехать, особенно на Сочи автодроме, уверенно в стену. Поэтому работа с развесовкой в статике и в динамике, это не одно и то же. И все-таки 50 на 50 в современном дрифте уже не работает. Ну что, ребята, доигрались? На 11 сезоне РДС Кубок Чемпиона уезжает в другую страну. В, или как там правильно, на Украину. И на самом деле я этому очень рад, потому что одинаковый чемпион нам точно не нужен при всем уважении. И когда борьба идет до самого последнего этапа, когда у тебя на каждом этапе новый победитель, и ты до последнего не знаешь, как все сложится, это очень круто, и это очень сильно повышает и интерес зрителя к чемпионату, и интерес пилота к самой спортивной борьбе. Поэтому поздравляем Алексея с заслуженной победой. Для него это был очень сложный, очень напряженный сезон на новом кузове. Он показывал очень достойную и очень ожесточенную борьбу, и по праву может считаться чемпионом российской дрифт-серии. Но смотри там в следующем году. Мы технические проблемы все победили. Так что, как там бывает? А наша команда после разгромного поражения в Рязани завершает сезон в Сочи тремя колами. Первое место в квалификации у меня с зеткой. Это четвертая выигранная квалификация из шести этапов в сезоне. Первое место у Лосева. Я третий. И первое командное место с рекордным количеством заработанных баллов за один этап. А по итогам чемпионата Dark Side Fail Crew становится двукратным чемпионом RDS GP с уверенным отрывом от Forward Auto и Look Oil Racing. Благодарим всех участников и команды за достойнейшую борьбу, а организаторов за то, что в столь сложный год смогли провести полноценный сезон и подарить всем нам этот праздник дрифта. До встречи в новом сезоне. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok